Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наши передачи про мозг на радио Аврора. Сегодня мы продолжаем наше скорбное занятие, связанное с озреванием человеческого мозга. С помощью этих передач я хочу как-то немножко оградить маленьких детей от их заботливых мам и пап. Потому что закономерности роста мозга, они имеют собственные принципы глубинные. И они очень сильно отличаются от буйных желаний родителей, которые хотят сделать из детей, конечно, что-то лучше, чем сами. То есть уже умудренные опытом они думают, что вот часто они детям и расскажут все как надо. А дети берут и говорят, не, не надо нам, мы хотим делать собственные ошибки. Так вот, это связано стало не с тем, что дети такие тупые, упертые, а из-за того, что родители просто не понимают, когда им что говорить. Просто проблема заключается в том, что маленькие дети, да и взрослые, молодые люди, да и вообще уже те, которые умудрились размножиться годам к 30, все еще имеют внутри себя, внутри своего мозга, вяло текущие, конечно, уже на поздних стадиях процессы формирования нервной системы. И они радикально отличаются от того, что происходит у их родителей, которые на 20 лет как минимум старше. Поэтому не надо перегибать палку и требовать от незрелого мозга того, что он сделать не может. И особенно это страшно происходит в период, когда созревает половая система у человека. Я уже говорил о том, что ужас состоит в том, что при начале созревания половой системы мозг до известной степени начинает работать как инструмент по ее обслуживанию. То есть цель-то биологическая какая у всех организмов на этой планете? Ну, вы хорошо знаете. Покрыть метровым слоем своих потомков всю сушу и желательно море. То есть на это все и рассчитано. То есть наш головной мозг огромный напрягается, собственно говоря, для этого, чтобы заполучить побольше пищи, получше условий для размножения, размножиться и обеспечить своим потомкам благоприятные условия для следующего размножения. Это чисто биологический процесс и человеческого в нем ничего нет. Поэтому, когда мы смотрим такое целеустремленное движение в этом направлении, надо понимать, что в данном случае работают наши древние обезьяньи, поведенческие корни и ничего другого. И, собственно говоря, моя задача очень проста – рассказать о том, как попытаться преодолеть хотя бы у своих детей, раз уж у родителей не получилось, эти самые обезьяньи корни, и попытаться все-таки добиться методами воспитания, образования, в конце концов, социализации собственных детей, но хоть какого-то человекоподобия в следующем поколении. Часто это не удается, и человеческое человекоподобие не достигается, как вы сами знаете. Ну, так вот, чтобы знать эти закономерности и пользоваться ими на благо своих собственных детей и общества, я, собственно говоря, и пишу книги. И вот то, что я рассказываю в той или иной форме, конечно, в более подробной, более аккумулированной, оно изложено в двух книгах. Это «Морфология сознания» первый и второй том. Второй том вышел там месяц-полтора назад. Кому интересно, тот может почитать подробно. Я просто как бы даю такую словесную картинку, которая обозначает те вещи, которые подробно разбираю в этих книгах. Поэтому многие вопросы, которые мне задают, они, в общем-то, отчасти неуместны. Почему? Потому что на них уже есть ответы в этих двух томах «Морфология сознания». Если вы хотите, так сказать, поугублённей почитать на эту тему, то, пожалуйста, обращайтесь к этим книгам. Они доступны и сейчас есть. Но сегодня, тем не менее, я буду продолжать разговор о том, что происходит с мозгом уже в период полового созревания. Мы в прошлый раз начали эту тему, так прикоснулись к ней. И посмотрим, а что действительно происходит в голове у детей. В чём проблема-то? Проблема заключается в том, что сейчас, в последние, скажем так, как 15 лет, либерально-демократические условия предпочитают мозг не исследовать, там, анорексийных женщин в Европе. Просто умаривать препаратами. Ну, зачем лечить, когда проще умертвить, чем допускать психохирургию. Объясню. Дело в том, что анорексийные девушки сейчас вам показывают фильмы, рассказывают жалестные истории о том, что-то они перестают есть, пытаясь превратиться в твиги, в такую стройняшку. Но потом как-то это прекращает работать. Это как раз действие мозга. Поэтому метаболические, аттракционные, ужинкие прыжки, которые делают специалисты по питанию человека или физиологи, к этому никакого отношения не имеют. Это как раз развитие большого мозга, то есть его лобных долей. Я уже многократно об этом говорил, но повторюсь, поймите, значение этих структур кортикально гигантское. Именно при отказе пищи срабатывают те самые лобные области, которые эволюционировали для того, чтобы мы делились пищей с детьми и с неродственными особями. Вот в чём дело. И благодаря этим особенностям нашего мозга, большие лобные области, они могут позволить нам отказаться от пищи, что в животном мире происходит с большим трудом. У нас девушки для того, чтобы похудеть и пользоваться большой популярностью среди мальчиков, о чём они, конечно, быстро забывают, они перестают есть, например, достигают небольшой массы тела, и после этого вообще отказываются от пищи. Вылечить не можно, нет, нельзя. Кора большого мозга обладает такими колоссальными ресурсами, я для этого повторяю, например, что справиться с этим невозможно, человек просто умирает. Можно вылечить? Да, я многократно говорил и повторюсь, что да, до сих пор эту операцию осуществляют в Мексике. Там подрезают девушкам, делают надрез небольшой, заходят с кальпелёчком и подрезают связи лобных областей. И всё налаживается. Девушки начинают питаться, там хорошо себя вести и прочее, прочее. И, как говорят те, кто наблюдал таких, женщин особенно, то и на интеллект не сказывается. Ну, в лобной области всё. У женщин не совсем для интеллекта, они совсем для другого. Поэтому, как бы, спасти можно, если в Мексику отвезти, а в Европе нет. К сожалению, человек обречёт. То есть, я для чего рассказываю этот пример? Для того, чтобы стало понятно масштабы действия неокортикальных структур в момент их дифференцировки. То есть, даже если это может быть связано там с угрозой для жизни, ничего сделать нельзя. Отсюда и роль в этих структурах. Ну, приведу несколько простых примеров, чтобы было понятно, как вступает в действие дифференцировка неокортикальная. Вот, кажется, достаточно большая, небольшая разница. 13-14 лет, там 5-6 класс детей, и студенты, там 2-й, 3-й курс. Вот, кажется, не бог уж есть какая разница, и там и сям уже половая дифференцировка наступила. Но попытки анализа их мозга, углублённого, что делалось, многократно показывают, что, ну, например, рассказ длинный, рассказывают длинную историю. Значит, 5-6 классники воспринимают это, как некоторую простейшую фабулу, их интересует результат. То есть, это что у нас с вами? Абсолютно звериное восприятие. Ну, всё равно дикой собаке, где она сопрёт кусок мяса, главное его спереть, главный результат. Там морально-этические, никакие основания. Её не очень волнует, кушать хочется. Так и пятиклассников. То есть, они смотрят в рассказе на суть биологическую. Почему? Потому что неокортекс только-только начал дифференцироваться, там несколько лет. Да ещё на фоле неполового созревания олимбическая система, о которой мы говорили на предыдущих моих выступлениях, она уже полностью сформирована. Результат налицо. Что происходит? Они воспринимают только финальный смысл события. А вот студенты уже интересуются всем другим. Их интересуют причинно-следственные связи, события, обусловленность явления и прочее, и прочее. То есть, иначе говоря, всего лишь за 5, 4-5 лет, ну, 6 максимум, мозг неокортикально созревает так, что он уже позволяет пользоваться совершенно новыми интеллектуальными возможностями. Ну, то же самое провозилось и при сравнении 16-летних и 8-летних мальчиков и девочек. Оказалось, что если им предложить кубики, которые одни плавают, другие тонут, то вот 16-летние моментально научаются различать плавающие от неплавающих кубиков, а 8-летние нет. То есть, даже такая простая вещь. А в чём дело-то? Это тоже кортикальные причины созревания. Это значит, верхняя теменная часть, вот здесь примерно, под этой частью черепа располагается, она ещё не зрелая, связи не установлены. И 8-летка не может оценить объём, форму и плавучесть, то есть представить себе. А 16-летний уже вполне, потому что у неё всё созрело, опыт уже приобретён, и даже никогда не сталкиваясь с такими задачами, он моментально обучается. А 8-летний никак. То есть, ну вот это говорит о чём? О том, что существуют пики созревания неокортекса. Самый первый пик, он очень важен. Это дополовое созревание. То есть, именно что происходит? Это до начала половой дифференцировки. Я и в книгах пишу, и говорил многократно. Это чрезвычайно важный момент. То есть, в этот момент ещё не под действием половых гормонов, а только под действием здравого смысла можно ребёнку чего-то рассказать и научить. Это 10, 11, ну там, может быть, 12 лет. Это первый пик созревания неокортекса, когда образуется масса связей. Тут устанавливаются те социальные инстинкты, которыми они потом будут пользоваться всю жизнь. Не пропустите этот момент. Потому что потом начнётся половое созревание. И неокортекс будет обслуживать только половые органы. То есть, это будет совсем другая история. И второй пик как раз после того, как половое созревание заканчивается, скажем, первый приступ, приступ сперматотоксикоза и всего остального, это 16-17 лет. Второй активный пик формирования неокортекса. Вот в этот момент надо как раз и ловить. То есть, в этот момент они действительно осмысленно начинают относиться к жизни и как-то могут игнорировать половую дифференцировку. Это очень важно. При этом, при половом созревании, как вы понимаете, в происходе возникают различия принципиальные между мальчиками и девочками. Ну, понятно, что на Западе пытались мальчиков заставить писать на толчках. Ну, это не прижилось как-то. Хотя 10 лет вопили о равенстве гендерном. Но это всё махровый идиотизм, который никакого отношения к реальности не имеет. Это сейчас объясню, почему. Потому что, ну, например, возьмём такие консервативные вещи, гиперконсервативные, как эпителий хрусталика. Ну, уж куда дальше более консервативный. Хрусталик и хрусталик заменяются стекляшкой, как известно, сейчас, в случае необходимости. Так вот, у девочек, кстати говоря, в эпителии хрусталика клеток на 15% больше всегда, а у мальчиков всегда меньше. Хотя сами мальчики больше. Ну, вот, пожалуйста, половой деморфизм. При этом диаметр зрительного нерва, того самого, который ведёт волокна от сетчатки глаза в головной мозг, у девочек меньше, чем у мальчиков. Причём существенно. Что было проверено и доказано во многих лабораториях. То есть девочки, как бы, получается, видят детали лучше, а вот в мозг передаётся информация и поменьше. Ну, понятно, что такой половой деморфизм не может не сказываться на анализе. Ну, ясное дело. При этом, если продолжать, значит, возиться со зрительной системой, то у девочек, например, если рассматривать одинаковые картинки цветные, мальчикам и девочкам предъявляют, то выяснилось довольно быстро, что у девочек трава зеленее, а у мальчиков желтее. При всех прочих равных цветах, возрасте, образовании, всего остального, особенностями зрения более-менее одинаковые, всё равно у мальчиков чуть-чуть в желтизну уходит. Это их особенность – половое восприятие. Зато у мальчиков повыше острота зрения. И была довольно большая работа проведена в своё время. И там, по-моему, использовалось около 14 параметров зрительных. Большая часть из них, примерно половина, была равна. И у мальчиков, и у девочек, имеется в виду подростки, где-то 16-17 лет. А вот по шести параметрам зрительная система была получше организована у мальчиков. То есть, поэтому вот эти бесконечные сказки психологов о том, что девушки лучше видят, лучше смотрятся, являются полной чушью. Потому что прямые физиологические эксперименты, которые количественно оценивали эти различия, показывают, что это не так. Кстати говоря, и 3D зрение у мальчиков намного лучше. Хотя девушки с помощью рук лучше, точнее, воспринимают температуру. Или сенсорное восприятие с помощью механорецепторов пальцев. То есть, иначе говоря, разница есть. И сенсорная, и зрительная, и моторная, и всё остальное, конечно, существует. И игнорировать его, и устраивать гендерное равенство, это, конечно, способ просто зарабатывания денег и политических манипуляций. Никакого отношения к реальности не имеющей. Но, с другой стороны, при недостатке зрения девочки всегда эмоциональнее, чем мальчики. Кстати говоря, более автономные от родителей. Всегда считалось, что девочки как-то, они нежнее относятся к родителям. Это правда, что они более от родителей зависимы. Но вот много было исследований на эту тему. Оказалось, что ничего подобного. Девочки намного более автономны от родителей. Но это биологически понятно. Они же потом выращивают потомство. Зачем им зависимость от родителей, даже от очень хороших? Естественно, так можно и не завести потомков, если всё время им слушаться родителей. Поэтому у них и самоуверенности оказывается побольше, что показали специальные исследования, сокрытые. И самооценка у них повыше. И меньше они могут слушать не только своих родителей. Девочки меньше слушают своих однокурсников или школьных подруг. Почему? Потому что они уже их воспринимают с начала половой дифференцировки, а это очень важно, как полового конкурента. То есть тот самый его мироназальный орган, который определяет наши половые предпочтения, который запах хи воспринимает так, что мы их не чувствуем, но сразу действуем на подсознание. Особенно в молодом возрасте. То есть именно поэтому девочки так отчаянно дерутся. Почему? Потому что они дерутся не только на личной приязни и неприязни, а из-за того, что обонятельная система воспринимает феромоны конкурентной девочки и воспринимает её как большую опасность. Именно поэтому такого страшного озверения достигает часто женская агрессия в молодые годы. Это ужас. Все это прекрасно видели и знают. И именно потому, что там речь идёт о половой конкуренции, связанной с прямой стимуляцией через вомироназальный орган головного мозга в ответ на конкурентные запахи. Вот поэтому они друг друга так и гоняют. Поэтому так одеваются одна страшнее другой. Потому что надо отличаться, надо бороться за половые преимущества. То есть дело в том, что, к сожалению, вот эти различия, которые есть, они именно в период полового созревания, они и складываются. При этом есть центры, которые складываются более-менее одинаково. Ну и вот есть самое весёлое, для того, чтобы немножко оживить ваше внимание, могу сказать, что были специальные исследования центров смеха. В чём дело? Значит, дело в том, что, ну, всегда же интересно, а где в человеке в мозге центр смеха? Так вот он уже, не к ночи помянутой, лобной области. Он там находится, как раз в орбитальной зоне, то есть вот где-то здесь, то есть над глазничной областью. Кстати, это много центров полезных, в том числе определяющих индивидуальный характер, предпочтений и прочее, прочее. Именно в этих центрах о известной работе у Маяковского было найдено дополнительное поле, которое не встречалось у других людей. То есть это такой центр действительно ассоциативный. Так вот, выяснили как-то в конце 90-х, где он располагается. Ну, тогда много смелых экспериментов делали, эти смелые эксперименты позволяют нам хоть что-то узнать про мозг. И была такая работа блестящая. Значит, что сделали? Значит, сделали веселяющий газ, закись азота, но пометили его радиоизотопами, ну, которые быстро разрушаются. Ну, то, как делают, например, при некоторых видах позистронно-эмиссионной томографии. Ну, для того, чтобы выявить, например, активно метаболизирующие опухоли. Это вводят, значит, изотопы, там, фтор, кислород, смотрят, что там, глюкозу, смотрят, где он связывается. Ну, вот здесь такая же работа, но значительно более забавная. То есть взяли, дали понюхать, значит, закись азота, а её саму пометили изотопами. То есть был синтез, обычно делается на небольших клинических ускорителях, что позволяет получать короткоживущие изотопы и иметь те или иные соединения. Так обычно делают. И вот это была проведена работа на добровольцах. Ну, и, естественно, закись азота, вы знаете, всё, чем вызывает гомерический хохот непроизвольный. А цель была найти, а где же проявится этот самый радиоизотоп, чтобы потом оценить место, которое вызывает человеческую смерть. Так вот, казалось, что, да, действительно, глазничная извилина, там прямая такая есть небольшая извилина. Вот в её районе, как раз вокруг неё, очень активно скапливался этот самый изоокиси азота с изотопами. То есть таким образом было хотя бы примерно установлено, кто там запускает нашу смехопанораму внутри. И поскольку у детей были давно подозрения на эту тему, потому что, знаете, дети, особенно тинейджеры, вдруг им попадает что-то весёленькое, и они закатываются гомерическим хохотом, и непонятно, что делать. Остановить-то нельзя. Причём это кажется, ну, абсолютно не смешно. Там через год или через полгода сам ребенок, там, подросток, и смеяться-то не будет от этого. А тут вдруг начинается гомерический хохот. В чём дело? Именно в это время в нижней части лобной области наглазничной и формируется активно большое количество связей нейронов. И мозг устанавливает неожиданные связи, которых раньше, так сказать, не было. И человек связывает между собой события, которые кажутся парадоксально смешными. И начинает гомерически ржать. Из-за чего? Из-за того, что он увидел связь анекдотическую с его точки зрения, ну, парадоксальную, может быть, смешную каких-то событий. То есть, это говорит о том, что действительно эти эксперименты были правильными. Закись азотера радиоактивная, то есть, меченая изотопами, локализуется верно, поскольку это совпадает с возрастным периодом дифференцировки нейронов этой самой наглазничной области. Вот такая странная закономерность, но тем не менее любопытная. И эти области созревают у мальчиков и девочек одновременно. И вот эти парадоксальный хохот или, наоборот, парадоксальная тоска, слезливость невероятная, что чаще встречается у девочек, естественно, и она тоже связана с этой самой областью. То есть, оказалось, что это такой некий универсальный центр. Что можно сказать? Созревание мозга очень сказывается быстро на приоритеты поведения, неокортикальные. Ну, приведу простой пример. Но вот если там сделать сложную комбинацию движений, например, шарика в игровом автомате, где, знаете, такие шарики запускают, старинные игровые машины, так вот, мальчики лучше отслеживают внимательнее, точнее, движение шарика девочки намного меньше. Они вообще после полового созревания перестают интересоваться всем тем, что не приносит репродуктивного успеха, то есть, не связано с размножением. Поэтому тряпочки, отношения и прочее становятся очень важны, потому что они позволяют украшать тушку тела и, так сказать, привлекать к себе внимание. А вот такие штуки, как слежение за шариком, ну, это последнее дело. Явно здесь размножением не пахнет, и поэтому обычно от таких занятий девушки или отказываются, или делают их спустя рукава. Таким образом, действительно, амплитуды эмоциональные в этот момент у мальчиков резко сужается, то есть, когда кора, рассудочная деятельность становится приоритетной, то есть, начинают связывать между собой события, явления, поведение человека. У мальчиков снижается вот это вот эмоциональное восприятие, оно становится более аналитическим, и дальше мозг в этом плане дифференцируется. А у девушек начинается так называемая амплитудная эмоциональность, то есть, большие эмоциональные скачки, и они, это статистически доказано в ряде экспериментов, обладают повышенной слезливостью, ну, поплакать любят, всё прочее, причём слезотечения у девочек больше в левом глазу, чем в правом. То есть, и это статистически достоверно показано на разных, даже расах, этнических группах и так далее. Дело в том, что у мальчиков в своей, кроме, значит, не возникает такой слезливости, скажем, такой сопливости эмоциональной, которая позволяет спекулировать, на своих этих самых драгоценных сопельках, у мальчиков начинается другое. Когда возникает на фоне половой дифференцировки развитие неокортекса, они начинают задумчивость, задумчивость подать. Это к 14-16 лет у них появляется склонность к бесцельному времяпровождению. Вот это вот тинейджеры, когда, ковыряя в носу, болтаются на улице, там, сидят на заборе, там, тупо смотрят, какие-нибудь мультяшки полоумные совершенно, типа Тома Джерри, не пугайтесь. Это нормально. Просто в этот момент в их головном мозге возникает баланс между лимбической системой и кортикальной. И чья возьмет, туда он и двинется. то есть, он может стать Томом и Джерри одновременно, вот и начать скакать как ворона, а с другой стороны он может вдруг податься в большие математики, физики или еще какие-то мыслители. То есть, в этот момент между лимбической системой и созревающей корой возникает тот самый баланс. Поэтому мальчики там пытаются как-то изолироваться. Кроме праздности и безделия они еще как-то пытаются снизить коммуникации, там, так сказать, отделиться, так имитируют такой бытовой аутизм. Как бы. На самом деле бедные мучаются, потому что кора созревает, возникает новая ассоциативная система, которая разрушает их привычную лимбическую жизнь. То есть, переход к рассудочной деятельности, у кого он, конечно, наступает, вы понимаете, но у некоторых он так и не наступает, так остаются на уровне вторичного сознания, то бишь, такой тотальной бабуинизации. Ничего кроме еды спущенных штанов и выпендрежа за такими детьми обычно до самой смерти не водится. Но, тем не менее, частью все-таки людей проходит этот этап и становятся более-менее людьми. То есть, вот этот момент перехода, когда лимбическая система уступает свои права к артикальной, у мальчиков проходит такой задуман. У девочек такого нет. У них уже все в порядке, половые органы созрели, все, пора размножаться. И тут уже совершенно другой тип поведения, более целеустремленный, более направленный. Кстати говоря, у мальчиков, если в этот момент конкурентное поведение обезьяньего типа проявляется просто в агрессии, ну, драки, часто бывает, то девочки уже к этому моменту начинают ценить самих себя, то есть, беречь себя для репродуктивных утех, и стараются использовать для агрессивных взаимодействий других девочек или мальчиков, ну, то есть, стравливать между собой подростков. Это их любимое занятие, и оно очень активно, и в 11 лет агрессия обычно бывает больше, чем в 16. Это проверено, но это агрессия, если у мальчиков прямая физическая, то у девочек косвенная, то есть, из подставы своих лучших подруг, друзей, и прочее, прочее, ну, то есть, натравливание друг на друга. Ничего удивляться не надо, потому что это вступает кора, и если раньше бы девочка просто дралась, то теперь она использует на кортекс для того, чтобы стравить других, самой избежать и наказания, и конфликта, участия в конфликте. Ничего страшного нет, это нормальное созревание мозга высших приматов, ничего никаких чудес здесь не происходит. Ну, и многие вещи различаются уже у мальчиков и девочек, ну, приведу только один пример. мальчики, например, девочки, у них формируется зевота такая, знаете, связанная со скучными уроками или скучными занятиями, но при этом зевают там мальчики и девочки одинаково часто, но девочки зевают короче, у них зевки короче, а у мальчиков длиннее. Даже это показывает, насколько глубокие различия возникают в процессе антогенеза, и насколько сильно они сказываются, хотя и через передаточные механизмы на поведение человека и закрепляются потом до взрослого состояния. Сегодня у нас с вами на этом мы заканчиваем историю про созревание человеческого мозга и переходим ко всяким веселостям, которые, значит, поразили и мировое научное сообщество, и нашу страну. Но у нас в стране визнан приказ о изменении специальностей кандидатских художественных диссертаций. Теперь у нас даже нет такой специальности эмбриология, цитология, гистология. Зато появилось много других специальностей, например, связанных с когнитомами и когнитивными явлениями. Ну, видимо, с помощью когнитомов и будут поставить онкологические диагнозы тем, кто это придумал. Я на это очень рассчитываю и надеюсь. Может, тогда они как-то поумнеют. А так, в мировом научном сообществе много всего происходит интересного. Так, в нынче опубликована очень интересная статья. Это найдено в Китае, в Джихоле, полиэтологические остатки цинодонтов. То есть, таких, один из форм цинодонтов, таких похожих на маленьких зверьков, так сказать, прототипов будущих млекопитающих. Возраст от 145 до 100 миллионов лет, северо-восток Китая. Но для нас очень важно то, что у них и они найдены и обнаружены, исследованы как почвенные животные. То есть, моя гипотеза переходных сред здесь работает, что всегда видообразование происходит через переходную среду. Ну так, амфибии вышли из воды, то есть, рыбы пошли в водно-воздушные лабиринты и потом трансформировались в них очень медленно в идеальных условиях в амфибии. Также точно переходная среда появления была похожих каменноугольных завалов для появления рептилий. Наши предки встали на две ноги стали бипедальными в переходной среде полуводных пространствах, где они собирали пищу и в воде и на суше богатую. Ну вот, сейчас подтверждена эта модель о том, что даже млекопитающие не возникли ни на ветвях деревьев, как любили рассуждать раньше о Найдене, достаточно обширный материал, потому что первые млекопитающие появились, видимо, в переходной среде в виде таких лабиринтов почвенных. То есть, это очень хорошо, замечательно. Кроме этого, публикуются всякие статьи достаточно анекдотичные. Есть такая замечательная статья появилась о том, что мозг человека начал формироваться только после нашего выхода из Африки. То есть, одна и семь десятых миллиона лет, а не два с половиной, как считалось раньше. Это Зеленкофер Кристофер это высказал эту гипотезу. Ну, она, в общем-то, логичная, об этом говорил около 20 лет назад. Но, приятно сказать и то, что он всё-таки согласен с тем, что дмосиницы, то есть, это на территории современной Грузии найденных пещер, они быстрее всё-таки представляют собой достаточно примитивную группу или быстрее всего патологическую. То есть, иначе говоря, идея о том, что мозг человека стал увеличиваться после того, как наши предки покинули Африку, тоже очень важно. Он получил своё подтверждение. Почему? Потому что в соответствии с моей гипотезой появления крупного человеческого мозга, картина выглядит примерно так, что вот появились наши далёкие предки в результате становления бипедальности в водно-воздушной среде, то есть, когда они заходили за пищей всё время на двух ногах глубоко, и сформировали такую райскую кущу. То есть, примерно 10-12 миллионов лет они жили в таких райских условиях, размножались и занимались всякими приятными вещами, поскольку критериев отбора по пищевым ресурсам не было. В воде размножались животные, там можно было питаться практически икрой, птичьими яйцами и фруктами. Ну, то есть, это райский период, все религии об этом говорят. Но потом эта вся лафа кончилась, большая часть наших далёких бипедальных предков исчезла, погибла, но часть стала искать новые источники пищи и энергии, стали расселяться. И вот тогда стал действовать механизм искусственного отбора, который мы многократно пишу, в том числе в книге «Церебральный сортинг» и «Происхождение мозга человека» и многих других. О чём идёт речь? О том, что как только у вас есть стабильная популяция, в которой достаточно пищи и всего остального, что она пытается сделать? Защитить себя от тех, кто пытается её разрушить. То есть, кто это такие? Это самые агрессивные люди, которые неизбежно из-за полиморфизма мозга появляются в популяции. А с другой стороны, это умные. Знаете, что от умных вреда намного больше, чем от агрессивных. И все сообщества во все времена, независимо от государственного устройства, представлений, философии, религии, всегда пытались избавиться во имя стабильности от самых умных и самых агрессивных. Ну, что с ними делать? Ну, поначалу, конечно, всё было попроще, просто ели. То есть, вполне понятно. Но потом, судя по всему, когда полиморфизм достиг высокого градуса, а популяции стали большими, они просто разделялись и уходили. И вот эта миграция, когда самые полиморфно изменчивые люди и агрессивные, и умные уходили с насиженных мест, основывали новую популяцию, там всё повторялось, и новые отщепенцы уходили в новое место. Вот этот путь, если проследить, то выяснится, что на всём протяжении миграции человека из Восточной Африки во все направления, это сопровождалось увеличениями объёма головного мозга. То есть, это один из механизмов эволюции нашей нервной системы. Поэтому, как бы, мне приятно, что Зеленкофер пришёл к тем же выводам спустя, там, почти два десятка лет. И приятно, что его работы подтверждают старые мои старые представления. Кроме этого, есть опубликованы ещё очень одни статьи интересные. Значит, есть предположения о том, что нашли древнейшие организмы. И в Японии Ногойский университет опубликовал статью, в котором анализируются репродуктивные стратегии древних бактерий археев. И оказалось, что они предположили, что, возможно, ксенонуклеиновые были кислоты, которые не дезоксирибонуклеиновые, не рибонуклеиновые, а совсем другие, ксенонуклеиновые. Они имеют чуть другую структуру, и вполне может быть, что они на самом деле могут также точно хранить и передавать информацию, могли использовать для того, чтобы организмы или организмы примитивного типа, как те же археи, воспроизводились. Много ещё есть занимательных работ, среди которых, конечно, выделяется работа из горячо любимой в нашей стране клиники Шарите. В клинике Шарите невероятными усилиями интеллектуальными было доказано, что эпигенетика, то есть среда, в которой формируется человеческий мозг, оказывается, влияет на IQ. Я очень рад за клинику Шарите, потому что это показано примерно было 50 лет назад на моллюсках, на аплизиях, потому что было подсчитано буквально даже число связей, то есть такой моллюск без камеры, которая живёт, если их выращивать в обеднённой среде, я об этом многократно говорил, то есть в аквариуме где-то только попадает еда, и посмотреть на организацию нервной системы, и сравнить с такой же аплизией, которая жила в сложной среде, сложной поверхностью, со сложным субстратом, со сменяющимися картинками по периметру, то выяснится, что вот эта аплизия, у которой очень мало нервных клеток, оказывается, обладает более сложной нервной системой, если нервная система развивается в более богатой среде. Но обогащённость это известно. Я не знаю уже сколько десятков лет, но в клинике Шарите наконец-то с этим согласились. Они следовали 1500 здоровых подростков и установили связь интеллекта и более того показали, что оказывается среда влияет на экспрессию генов во время жизни. Вот в чём дело. Оказывается, не просто так богопогащённая среда закрепляется в системе связи. Нет, ещё она влияет и на геном. С чем я их поздравляю, потому что до недавнешнего времени такие заявления могли привести на гильотину. Ну, имеется в виду такую виртуальную, потому что генетики ненавидели это страшно. А теперь выясняется, что всё в порядке. Эпигенез на марше, то есть оказывается даже педагогическими способами можно влиять на геном. Сразу же возникает вопрос, а почему так дело плохо у нас с эпигенетикой, если даже на геном влияет? Что же у нас с педагогикой происходит, раз последствия настолько катастрофичны? Вполне интересно было бы узнать, что происходит. А так, вы знаете, довольно странные явления происходят у нас на белом свете. То есть эпигенетические события оказывается влияют очень сильно на развитие мозга. Как-то я недавно рассказывал о замечательной работе на эту тему, связанной с богатыми и бедными. Ну, это в США, значит, там коварные империалисты, это понятно. Значит, взяли и стали изучать взрослых и детей из богатых семей. Причем, так сказать, в разных поколениях. И выяснили, что если семья хронически богата и получает там больше 250 тысяч долларов в год, доход ее. Ну, и живут хорошо, едят хорошо, медицинское обслуживание получше, то выясняется, что у этих самых у богатых, а там статистика была поднята огромная, они померили объемные кортекса, посчитали, сколько у молодых половозрелых личностей объемные кортекса из богатых семей, сколько объемные кортекса у бедных. и выяснилось к всеобщему ужасу, что стандартно на 6% у детей богатых на кортексе побольше. Это не значит, что они гении, но это говорит о том, что материальный субстрат у них больше. И все было бы не так интересно, статья бы лежала бы в Туне, если бы в прошлом году, в 2020-м, еще не вышло две группы авторов в разных странах, в Индии, если меня память не изменяет, в Испании, повторили эти исследования, благо, томографию делают постоянно. Оказалось, что да, и там такая же точная закономерность. То есть, богатые индусы имеют детей с более крупным мозгом, особенно, когда это несколько поколений, но и в Испании то же самое. Это вызвало страшное возмущение всеобщее, но поскольку против журнала Forbes, особенно спорить никто не будет, это получило распространение. Просто эта научная статья была перепечатана в журнале Forbes, ну, в журнале для богатых, ну, чтобы, видимо, им потрафить немножко. Так вот, в чем дело-то? Оказывается, что, как видите, сегодня даже в клинике Шерете дошли до того, что пытаются доказать, что хорошие условия жизни, образование, воспитание, то есть, богатство, оно сказывается даже на геном подростков. Вот такие дела. Так что, эпигенетические события нет-нет-то влияют. То есть, эволюция на марше, ничего не сделаешь. Хотя, многие, так сказать, этим возмущаются. Ну, а что сделаешь? Ну, ребята, надо больше зарабатывать, наверное. Есть еще веселенькие всякие публикации, которые как раз в рамках нашей вороны. Оказывается, в Кембридже, ну, это такое специальное место, вы знаете, английские ученые, это почти анекдот уже, они оказали услугу человечеству. Они нашли, оказывается, специальный ген ЗЕП-2, который, если не экспрессируется, то предшественник нервных клеток начинает размножаться. У нас такой анекдот. И показали эти различия на человеке и на обезьяне. Значит, человеческие клетки размножаются много больше, если их, вот у них этот самый ген ЗЕП-2 не экспрессируется. Как только он экспрессируется, сразу перестают размножаться. Загадка вселенская. Вот. И Мадлен Ланкастер из Кембриджа, она, конечно, молодец, но хотелось бы поинтересоваться. Она вообще слышала, что Нобелевскую премию дали несколько там лет назад за хайфрик, то есть за то, что нашли способ, как ограничиваются клеточные деления. Она не слышала о том, что нейроны вырабатывают свой пролиферативный потенциал полностью, который сохраняется только в небольшом количестве эпидемальных клеток, в том числе прилижающих гиппокампу, и то недолго. Ну, для того, чтобы в случае чего там, значит, сформировать кисты после травм. она, видимо, об этом не слышала ничего. И поэтому делает такие заявления. Более того, он говорит, что математическое моделирование этого процесса показало, что всё, считайте, доказано. На раннем этапе гены не экспрессируются, клеток много, а экспрессируется, клеток нейронов будет мало. Поэтому, значит, потенциал у обезьян такой же точно, как у нас. Но, исходя из её логики, тогда она можно подавить, а есть способы подавления этого гена. И обезьяны тогда будут с большими головами, как люди. Но, видимо, этим фантазёрам во главе с Мадлен Ланкастером это в голову не приходит. Потому что эксперименты должны привести к катастрофе таких головастых обезьян, то есть планета обезьян. Ну, понятно, что, конечно, безграмотность она в Кембридже процветает, и тамошние учёные развлекаются как могут. Ну, сейчас я могу ответить на пару вопросов, если они есть. Алло? Вопросы есть у нас или нет? Я готов ответить. Потому что сегодня у меня нет компьютера, и я не могу увидеть вопрос, присланный через интернет-систему. И если вопросы есть, то я готов на них ответить. Если вопросов нет, тогда я могу соответственно продолжить свои рассказы. Дело в том, что если мы говорим о мозге и о том, как он эволюционирует, особенно у людей старшего возраста, а именно например, после полового созревания и окончания школы, то возникает очень много тонкостей. Дело в том, что кроме самого мозга, а это крайне важно, огромную роль играет кровообращение. Дело в том, что оно индивидуально, и даже интенсивная работа мозга, она очень помогает в эскуляризации. То есть, что и для того, чтобы ребенок, скажем так, умнел, он тоже все-таки должен пользоваться мозгом. То есть, пускать на самотек и, так сказать, спустя рукава, чтобы он не напрягался интеллектуально, так делать не надо. Не из-за того, что он там недополучит какие-то знания, не из-за того, что он не освоит достаточно детально курсы. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что обучать детей надо еще и для того, чтобы заставлять мозг увеличивать локальное кровоснабжение. Здесь надо пояснить. Наш мозг не работает как единая система. И у детей это особенно выражено. Сейчас объясню, в чем дело. То есть, когда какой-нибудь малограмотный физкультурник, любитель побегать с палками, поиграть в луно-теннис, например, говорит о том, что он таким образом укрепляет здоровье, да, конечно, он укрепляет мышечное кровообращение, разговора нет, и кровообращение в мозге в тех областях, которые управляют моторными центрами, а именно, то есть, это предтеменная, вот этот участок небольшой, там, центральные борозда и предцентральные поля, которые занимаются чем? соматическими, управлением нашей соматикой, мускулатурой, плюс мозжечок, который тоже участвует в двигательно-моторных системах, он, обращаясь к двигательной активности, он, собственно говоря, и запускает кровообращение в этих системах, но это происходит дифференциально, то есть, в мозге, там, где находятся моторные центры, кровообращение увеличивается и может увеличиться в несколько раз очень активно, а вот в остальных центрах мозга по остаточному принципу, то же самое происходит и наоборот, если человек, например, вглядывается в некоторое, анализирует что-то глазами, то куда приливает кровь, кровообращение затихает в тех центрах, в которых есть центр управления моторикой и средотачивает затылочные области 17-18-19-й поля плюс прилежащие области, которые занимаются графическими примитивами и всем остальным. То есть, иначе говоря, если вы занимаетесь той или иной функцией, теми или иными делами, то есть, той или иной деятельностью, у вас, соответственно, и будут вот эти самые поля активно кровоснабжаться. Поэтому у детей есть такая специализация, то есть, у них разные уроки, разные занятия, физкультурой они должны заниматься, побегать, попрыгать, и посидеть над математикой, голову покрывать, и поучить что-то. Это нужно для того, чтобы не просто получить образование, а для того, чтобы создать максимально эффективную систему кровоснабжения неокортекса головного мозга. Не будут они заниматься разнообразной деятельностью, будет однобокое развитие. Не в том дело, что нейроны не свяжутся, а ещё и кровоснабжение не сформируется в том объёме, в котором было бы желательно. Поэтому детей нужно разнообразить их жизнь. Появился компьютер, и у меня есть вопросы. А гены в исследовании мерились во всём организме или только в его части. Сие наука не докладывает. Судя по всему, они мерили гены, видимо, во всём организме. К сожалению, деталей этой работы я не имею. Как Сергей Савельев относится к висцеральной теории сна? Человек, который придумал это название, видимо, не очень понимает, о чём говорит висцеральная теория сна, как она работает, например, у низших позвоночных, у которых висцеральная система очень развита, но совершенно другая. Никак не отношусь. Так. Программисты сейчас как обслуживающий персонал. Смысл на них учиться? Тем более нет, если нет тяги. Дело в том, что программисты сейчас в большой востребованности, потому что нужны программы, нужна эта псевдоцифровизация, которая не очень работает и не очень понятно, как будет работать, потому что, естественно, всегда, когда людям предлагается такая система канализации, то есть жёсткая детерминация их поведения, они будут сопротивляться, поэтому неизвестно, к чему эта цифровизация приведёт, как бы ни наоборот. а программисты учатся тому, что это можно деньги зарабатывать, просто жить тяжело. Сейчас очень трудно получать хорошую зарплату, поэтому туда идут. так, ну, здесь есть гарные хлопцы, которые ничего, кроме нехороших слов, не создают, но ещё детей, когда удаётся, если они страдают импотенцией. Так, вопрос, где покупать чай в магазинах и тренироваться, тренировать свой вкус, попытайтесь разобраться, только от вас зависит, что вы покупаете, научитесь различать вкус чая, найдёте быстро магазин. Здравствуйте, как обстоят дела с томографом в один воксель? Один воксель, это просто название, такой один воксель может быть пятимикронный одномикронный. Нужно, чтобы один воксель, то есть, был у томографа микрон, микрон на микрон. Вот тогда вокселя с одномикронным вокселем, это будет то, что нужно для сканирования мозга человека. Но есть второй параметр, тоже очень важный. этот томограф должен работать с большими объектами. Уже давным-давно, 15 лет назад, созданные лабораторные томографы, я сам на них работал, у которых разрешение 0,3 микрона. Но объект-то вот такой маленький, а нам нужно вот такой. И тут совсем другие законы, и здесь простого увеличения не получится. Потому что, если сделать такой рентген, такую мощность, человек просто сожжём, и всё. здесь нужно работать, работать, работать. Быстрее всего нужен фазовый контраст, рентгеновский, что очень непросто. Быстрее всего нужно монохроматическое излучение и прочее, прочее, прочее. Да, в этой области в качестве, так сказать, теории экспериментальных, создания экспериментальных установок мы работаем. А вот когда будет создан большой, не знаю, может быть, уже и создан. Потому что, как бы, идея, она давно выпущена в свет после того, как не нашла поддержки внутри страны. Поэтому я думаю, что, может быть, что-то уже и есть. Но мы тоже не оставляем, не опускаем руки, но работаем очень медленно. Потому что для того, чтобы работать быстро, нужно иметь деньги и политическую волю. Её нет. Вопрос к гостю. Можно ли назвать очень богатых людей больными? Или с отклонениями психики? Или больные, наоборот, бедные психические больные, я имею в виду. Вопрос нелепый. Больные бывают и там, и сям. И богатые, и бедные. К сожалению, болезни, и особенно психические расстройства, да и всякие другие, и онкология, и диабет, всё, никого не щадят. Чудес не бывает. За деньги вы жизни купите. Здесь очень много зависит, что вам досталось от родителей. Это ваш образ жизни, как в бедности, так и в богатстве. Поэтому не ищите социальных проблем там, где их нет. Это очень плохо заканчивается. В одном из последних выступлений профессор сказал, что почти весь чай в магазинах поддельный. Вопрос, где же его покупать? Надо научиться разбираться во вкусе чая. Тогда в любом самом фотосортном магазине вы найдёте хороший чай. не будете разбираться, вам никакая справка не поможет. Не надо перекладывать собственную необразованность, отсутствие вкуса и личного опыта на чужое жульничество. Не ищите жуликов там, где требуется ваше образование и ваша подготовка. Да, потратите много денег, да, перепробуйте массу дырянного чая. Но в конце концов найдёте то, что вам нужно. Не надо перекладывать опять на кого-то. А то эта формула замечательная, Сталин думает о нас, а мы будем жить по инструкции, она, пожалуй, уже давно не работает. То есть не работала никогда. Профессор, нужно ли заниматься медитацией? Но если без дополнительных вредных веществ, занимайтесь только, что она даёт вам медитация. Это полная загадка. Медитировать для чего? Вы сейчас мне скажут, для того, чтобы расслабиться. Не волнуйтесь, маразм наступит и так. Расслабитесь. После склероза сосудов головного мозга, как в одной советской газете писали про одного высочайшего руководителя, после того, как он умер. Ну, опечатка была. Там написали, жил-умер, не приходя в сознание. Если вы медитируете, собираетесь для этого, то пожалуйста. А так медитация, по-моему, никому никогда не помогала. Ну, кроме как устроителя медитации, которые за это ещё собирают деньги. По Ефрему, именно испытания на протяжении жизни дают стимул к совершенствованию мозга. Как вы считаете? Смойки испытания. Испытания не должны разрушать мозг и, так сказать, истреблять всякое желание жить. А у нас вот таких испытаний очень много бывает у людей. Это очень печально. Так, дальше что ещё есть? Народ знает, где у неё 18-е и 18-е поле. Что-то им... Ага, народ знает. Это опять гарный хлопец. Учите русский гарный хлопец. Вам скоро это понадобится. Почему мальчиков с ранних лет привлекают различные машины, а девочек нет? Вы знаете, не всех мальчиков привлекают машины, многие мальчиков привлекают и куклы. Поэтому извините, машины, это как раз то, о чём я сегодня говорил, привлекают, потому что они являются, собственно говоря, сложными конструктивами. Мальчикам занимает это очень сильно, потому что они пытаются в этом разобраться. Я только сегодня говорил о том, что мальчики 3D реконструируют объекты намного лучше, девочкам интереснее, а девочек интересуют куклы. И всякие другие полезные половые причин давать. Значит, здравствуйте, просит, почему если мозг развивался у женщин, у них он меньше? У женщин развивались лобные области, сформировались, как инструмент деления, дележа пищи своими потомками. Долго потомки наши развиваются, десятки лет. это женщин надо делиться своими родственниками. А мужчины меньше в этом участвуют. Но поскольку у нас существует обмен генетический, мужикам тоже достались лобные области тормозные. Вот с этого все и началось. То есть, иначе говоря, не мозг развивался, а лобные области сформировались в результате искусственного отбора именно у женщин. И им мы благодарны должны быть до самой земли всегда, потому что именно их забота о своих потомках и дала нам вот эти самые лобные ассоциативные области, которые позволяют понять то, о чем мы сегодня говорили. На этом до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...